Агропродмаш 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 Рассматривается технология Как правильно солить мясо Ну то есть весь процесс От мяса до Конечного продукта Оборудование Вот то что я говорю для фермеров И для небольших хозяйств Но это нам в меньшей степени интересно Нам любителям А вот дальше сами рецепты Смотрите как они построены То есть в принципе дан Рецепт Сырье Состав рассола Технология приготовления То есть все ясно Все понятно Книга очень хорошая Я просто рекомендую ее Вот я ее взял И читаю Радуюсь И уже хочу Многие рецепты из этой книги осуществить А те кто хотят заняться домашним сыроделием Но еще не знают как к этому приступить Вот хорошая книга Перевод Смотрите Она адаптирована Прям Книга эта для новичков Для тех кто никогда в жизни не делал сыра И она адаптирована Как раз под наши домашние кухни Видите подготовка кухни Что нужно Какие ингредиенты Дальше идут рецептуры Книга тоже очень хорошо иллюстрирована Вот видите все Какой инвентарь Вам понадобится И дальше идут просто вот так вот уже Подробные рецепты Рассчитанные на людей Которые Ну в общем то никогда не делали сыр Видите вот например Рикотта с лимоном Все подробно объясняется Как делать Каждый шаг Вот так вот идут иллюстрации Для новичка В домашнем сыроделе И потом видите идут уже рецепты Например пирожки с начинкой из рикотты Сделали рикотту И есть рецепт Простой деревенский сыр То же самое Все рассказывается Как его сделать в домашних условиях И опять таки вот Тарталетки с сыром Книга очень хорошая для новичков в домашнем сыроделе Рекомендую Ну разумеется я посещал выставку Агропродмашни для того Чтобы приобрести эти великолепные книги Я искал товары для нашего интернет-магазина Для интернет-магазина Погребок И хочу сказать нашим покупателям Тем, кто занимается домашними колбасами Кто выпекает хлеб Кто делает сыр О том, что в ближайшее время у нас появятся новинки Ну в частности Для тех, кто занимается домашним хлебопечением У нас появятся новые формы Для хлеба Это вас порадует, я думаю Для тех, кто занимается домашними колбасами Мы привезем клепсаторы Сейчас я жду цены от производителя Ручные клепсаторы Потому что, ну те, кто делает вареную колбасу Кто делает уже колбасу, скажем, ну не одну палочку Они знают, что перевязывать шпагатом Это очень муторно и очень тяжело Поэтому эти люди, они уже хотят иметь клепсатор Вот такой ручной клепсатор на выставке я видел И я надеюсь, что он у нас в продаже в ближайшее время появится Потом я посмотрел интересную штуку Кутер 21-литровый Это уже для тех, кто, в общем-то, производит достаточное количество колбасы Новые оболочки у нас появятся Для любителей домашнего сыроделия Помимо формы заквасок, которые у нас уже есть в продаже Которую можно спокойно купить Появятся еще интересные такие штуки Я видел домашнюю сыроварню Минимум 15 литров, есть на 25 В общем-то, я посмотрел, мне понравилось Я думаю, что в погребке они тоже скоро появятся Но тоже ждем цены от производителя Вот, ну так сыроваренька, в общем-то, неплохая Там она есть на 15 литров, на 25 На 50 и дальше пошло уже, то есть и для фермерских хозяйств Есть и на 100, и на 200, и на сколько угодно литров Вот, но меня интересуют в первую очередь маленькие сыроварни Вот, так что есть интересная продукция, которую я посмотрел Теперь ждем информацию от производителей по ценам По возможности доставки, поставки Измерительное оборудование неплохое Вот PH-метры, например, я посмотрел и термометры Так что новинки будут, следите за нашими рассылками Ну, конечно, я обязательно сообщу о тех новинках, которые у нас появятся Ну, а теперь вернемся опять-таки к тематике домашнего сыроделия Домашнего, так сказать, колбасоделания и хлебопечения Если вас эта тема интересует, я порекомендовал вам книги Ссылочка на эти книги есть в описании Пожалуйста, покупайте На сайте издательства «Профессия» самая хорошая цена То есть, это цена самого издательства Дешевле вы не купите нигде Потому что я постоянно покупаю книги издательства «Профессия» И гарантируем 100% Дешевле этих книг нет нигде, чем у самого издательства Вот И опять-таки, те, кто хотят научиться, освоить домашнее хлебопечение Я приглашаю в те школы, которые я веду Ссылочки я тоже размещу в описании Добро пожаловать У нас есть школа домашнего хлебопечения Я веду ее уже несколько лет Есть школа начинающего колбасника Тоже она идет уже 2 или 3 года И вот с ноября будет запущена школа начинающего сыродела Тоже я ее буду вести Для тех, кто еще никогда не занимался домашним сыром Но хочет потихонечку освоить, этому научиться Сейчас я прохожу обучение в школе сыроделия Олесе Шевчук Учусь сам делать сыр Я уже был на курсе, на мастер-классе по изготовлению твердого сыра том и сыра с белой благородной плесенью бри Сейчас я жду двухдневного мастер-класса, который будет посвящен сырам, так называемым паста филата Сырам с растягиваемым сгустком Это будет моцарелла, бурата В общем-то вот эти вот сыры, которые очень интересные итальянские Вот я хочу это освоить После этого я уже сделаю небольшой вот такой вот курс для начинающих И я думаю, что с ноября этот курс уже будет функционировать Так что подписывайтесь Ссылочки в описании на все наши школы Вот мой сыр бри, который я сделал в школе сыроделия Олесе Шевчук Сейчас он созревает, как видите, он покрывается белой благородной плесенью Смотрите, как все здорово Первый раз радуюсь, что на моем продукте появилась плесень А в этом контейнере у меня зреет твердый сыр том Вот такая вот большая головка Очень классно все Аромат, конечно, потрясающий Но он будет готов, этот сыр, только к Новому году Ему 90 дней созревает Ну что ж, друзья, пока-пока До новых встреч Живите вкусно И пусть у вас все будет хорошо Пока Субтитры сделал DimaTorzok